Друзья, всем привет! Давно я не брал камеру в руки. Мы приехали на матч ЛХЛ побеседовать с величайшим человеком Василием Сергеевичем Фроловым, который сейчас находится за моей спиной, и Макс, наш дорогой видеооператор. Поэтому мы ждем Василия Сергеевича. Он уже сделал пару сейвов, на команду уступает, чтобы понять вообще, что такое... Чуть не пропустилась ты, Сергеевич, хорошо, что я здесь нахожусь, надо ему тапки зарядить, чтобы понять, что такое церемония вручения этого лунного мяча, что такое стоять рядом с лучшим вратарем в мире. Сергей Сергеевич, день добрый. Расскажите, пожалуйста, как сейчас складывается Ваша жизнь, как Ваши успехи и чем Вы сейчас занимаетесь? Все хорошо, все отлично. Сейчас у меня своя школа вратарей. В районе где-то 60 человек в неделю проходит. Вот. Тренировки, специализирования дополнительные. Также провожу вратарские турниры. Вчера был турнир, 7 из 2 вратаря в турнире. Вот. И еще у меня сборы вратарские, которые я провожу в Сергию. Василий Сергеевич, Вы закладывали систему подготовки вратарей в нашей академии. Здесь сейчас плодотворно трудится Никита Михайлович Смирнов, который совмещает работу в сборной юниорской, женской. Итак, Вы видели, сколько вообще голов мы пропустили? Как думаете, есть ли Вы там Ваши заслуги в том числе? Конечно, я следил за Родиной, за Академией Родины. Очень рад, что Вы так здорово выступили. Вот. Никита Михайлович, в принципе, опытный мастер. И какую-то систему, если не то, что не я ее закладывал, мы ее создавали, скажем так, вместе. Вот. И Никита Михайлович прекрасно работал. Я видел, что очень-очень мало голов пропустила Академия за весь чемпионат. Красавцы. Никита Михайлович особенный. Красавцы вратари, и Никита Михайлович особенный. Отвлеченный вопрос. Мне просто интересно спросить, есть ли шанс у вратаря, у которого рост плюс-минус 172-175 см, шанс стать профессионалом? Вы знаете, шанс, мне кажется, есть у каждого везде. Другое дело, насколько он осуществимый шанс в процентном соотношении. То есть он есть, но он очень маленький. Итак, теперь лучший вратарь мира получает награду, которая называется Яшин Трофи, с чем я хочу поздравить премия вашего деда. Спасибо. Скажите, пожалуйста, эмоции переполняет вас это? Ну, мне прежде всего приятно, что такой приз появился и что теперь он будет вручаться каждый год. И дай бог, что футбол будет еще там 100, 200, 300 лет существовать. И будут вручать приз лучшему вратарю каждый год именно в Яшин. Он увековечится на века теперь. Поэтому вот именно в этом у меня эмоции переполняются. Как вы попали на эту церемонию, расскажите? Ну, я еще ездил намного раньше, в середине сентября во Францию, подписывая документы, что семья дает согласие на то, чтобы этот приз назывался. Ну, юридически. Вот, и там уже мы договорились о том, что я приеду на вручение Золотого Мечака. Какая атмосфера там, атмосфера успеха царит? Очень там, там совсем не так, как у нас. Там полный, скажем так, расслабон. Все на позитиве, все общаются такие, все веселые, там обнимаются, то есть фотографируются. Очень-очень все позитивно, как будто просто ребята пришли в какой-то клуб потусоваться. Ну, где-то в перерыве, там, мяч золотой вручат и дальше. Вот, мне это очень понравилось, это очень круто. По поводу фильма, который также вышел недавно на экран. Поздравляю с примерой. Спасибо. Расскажите, этот фильм больше о спорте или все же о жизни? О жизни в спорте? О жизни в спорте, естественно. На самом деле, фильм выдался, и я поздравляю всех наших болельщиков, и тех, кто помнит и почитает Льва Ивановича Яшина, что фильм получился таким хорошим. И приглашаю всех быстрее идти в кинотеатр, пока еще есть сеансы, на этот прекрасный фильм. То есть, в этом фильме найдут все, каждый найдет свое. То есть, если девушки пойдут, они увидят там прекрасную романтическую историю. Для детей там очень здорово снят футбол, очень интересно. А для мужчин это как бы история успеха мужчины, как вообще становится всемирноизвестно. Поэтому фильм отличный. Что чувствует человек, в данном случае вы, который стоит рядом с лучшим вратарем мира, Алисоном? Да он обычный парень, такой же, как и все. То есть, я как-то, что-то не трепетало во мне такого. Я был рад, что вручили именно ему, потому что, в принципе, ну и думал, что ему вручат. У него, конечно, был сумасшедший сезон, потому что он получил в конце. Вот, и он абсолютно достоин этой премии. Вот, мы с ним мило пообщались после церемонии. На каком языке? На английском. Вот, и спокойно. Он говорит, что он счастлив, что у него это награда, что это самый главный трофей в его жизни личный. Вот, и, в принципе, все хорошо. Какие шансы у Академии Родина в клубной лиге? Все зависит от работы, которая будет вестись в приготовительный период. Вот, но я вижу, что прогрессирует просто с неимоверными этапами. Это круто, это здорово. Я думаю, что сезон, конечно, будет сложный первый. Вот, но если все будет хорошо и Родина выдержит испытание в первом сезоне, то, я думаю, будет большой-большой успех в будущем Академии Легендарной. Когда мы сможем увидеть вас на матчах Родины? Когда будет время, когда пригласите, когда скажете, что вы... Социально приглашаем на первый тур зимнего первенства? А что касается... Я еще раз говорю, если будет время, если я никуда не уеду, если все будет хорошо, то обязательно приду. Конечно, на весь тур не обещаю, вы же, наверное, вряд ли в манежки будете играть. Но скажите, какой конкретно возраст? Ну, там есть некоторые возраста, где еще играют в старик, с которыми я работаю, поэтому с удовольствием приду, если будет возможность. Огромное спасибо Василию Сергеевичу. Большое спасибо Василию Сергеевичу. Себе, Серега, спасибо. Успехов Вам. И давай скажем всем, что я для тебя кто? Друг. В первую очередь, человек. И я очень рад тебя видеть. И желаю тебе лично огромных успехов и большого развития в этом деле, которым ты занимаешься. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok